12 апреля 1961 года наш соотечественник Юрий Гагарин на корабле «Восток» первым совершил виток вокруг Земли, открыв человечеству путь к освоению космического пространства. С тех пор, 12 апреля, вся Россия отмечает эту знаковую дату – День космонавтики. В освоении космоса были задействованы все регионы страны, Приморье не осталось в стороне. В крае установлено несколько космических объектов, например, Уссурийская астрофизическая обсерватория «Дево-Оран». Это первый объект наблюдения за космическим пространством на территории Дальнего Востока и Сибири. Также Восточный центр дальней космической связи создан в 1965 году с целью использования его в сети управления гражданскими и военными космическими аппаратами. Специалисты центра участвовали в разных космических программах, связанных с кораблями «Восток», «Восход», «Союз», «Космос», «Луна», «Зонд» и «Луноход». После полета Гагарина в космос всю страну охватила так называемая космическая лихорадка. Каждый третий мальчик в СССР мечтал стать космонавтом. Приморский край связан с полетами в космос, его изучением и, конечно же, людьми. В феврале 1966 года здесь погиб Григорий Нелюбов, один из претендентов на первый космический полет. Нелюбов был отчислен из отряда космонавтов и продолжил службу в военно-воздушных силах СССР на Дальнем Востоке. А 26 сентября 2014 года ракета-носитель с космическим кораблем «Союз» стартовала с Байконура с тремя космонавтами на борту. Одним из пассажиров небесного судна была уроженка села Воздвиженка Приморского края Елена Серова. Она стала четвертой в отечественной космонавтике, женщиной на орбите Земли и первой россиянкой на МКС. Постоянно идет взаимоконтроль, взаимовыручка, слаженная работа. Тренировки проходят довольно интенсивно, потому что наши инструктора задают всегда довольно тяжелый темп. И тем не менее, как сказал командир, тяжело говорит, в учении легко, в бою. Освоение космического пространства в будущем будет играть еще более важную роль в жизни людей. И никто не сумеет оспорить первенство нашей страны в развитии этой отрасли науки и техники. После успешных полетов в космос двух советских людей, моего полета и полета Германа Степановича Титова, который продолжался более 25 часов и облетел он более 17 раз вокруг земного шара, «Семья космонавтов будет пополняться». Анна Дьякова, Новости на Восьмом.